Всем привет! На связи Борис Соколов, сайт visa.sam.ru И давайте в этом видео я вам расскажу, как переехать в Дубай, все основные моменты, коротко и по существу. Вообще, у нас уже вышло два видео, где ребята рассказывали свой личный опыт переезда в Дубай. Очень интересная история, две части. Если вы их не смотрели, обязательно посмотрите. А здесь я и хочу обобщить их опыт, ну и рассказать свой опыт, так как уже в Дубае нахожусь достаточно большое количество времени за последний год. Вообще, хочу сразу сказать, то, что я сначала знал и думал о Дубае, очень много оказалось в корне неверным. Например, что здесь одни каменные джунгли, нет зелени, что здесь дорого. Обязательно досмотрите видео до конца, я вам покажу такие магазины. Опять спасибо ребятам, кто здесь живет, которые мне все это показали, рассказали, где, например, цены не дороже, чем в России. А покупка машины выходит дешевле, чем в России. Я бы, наверное, 10 лет копила в России, чтобы на такую машину себе накопить. Визовые правила, как здесь получится вид на жительство и тому подобное. Сразу скажу, правила въезда в Дубай очень простые. Россиянам можно 90 дней, ну и в УАЭ, вообще в Объединенные Арабские Эмираты, 90 дней находиться без визы. Потом визу можно еще продлить, выехать, например, в соседнюю страну, многие выбирают для этого Оман, и продлить визу еще на 60 дней. Таким образом, 150 дней из 180 находиться здесь. За это время вам достаточно будет посмотреть, понять, найти жилье, автомобиль, возможно, договориться о работе. Но очень важный момент, если вы хотите все-таки постоянно здесь жить, вам необходимо оформить резидентскую визу. Это аналог ВНЖ в Дубае. Вообще, резидентскую визу ВНЖ здесь гораздо проще получить, чем, наверное, во всех европейских странах точно, во всех развитых странах точно, ну и практически, я не знаю, чем во многих зарубежных странах, в большинстве это точно. Например, резидентскую визу, аналог ВНЖ на два года можно получить при устройстве на работу, если вы студент, при открытии бизнеса, своей компании. Например, налоги здесь или ноль, иногда вообще ноль, иногда, ну, небольшие по сравнению с Россией. Визу фрилансера можно получить. Также резидентскую визу сразу выдают при покупке недвижимости от 205 тысяч долларов в Дубае. Причем выдают как тому, кто купил эту недвижимость, так и членам его семьи. То есть мужу, жене и детям. Таким образом, вы спокойно на совершенно легальных основаниях можете сразу оформить себе резидентскую визу ВНЖ и жить в Дубае. Первый тип виз – это инвесторский на основании покупки недвижимости. Два варианта – 205 тысяч долларов, либо 544 тысячи долларов, которые ты вкладываешь. Собственно, где 205 тысяч долларов, это должно быть готовое жилье. 545 тысяч долларов – это должно быть жилье, которое построено там на 40, на 50 процентов и более. То есть за челотую визу. Это 545 тысяч долларов. Обычная виза за 205 – это двухгодовалая виза. Преимущества основные в том, что золотая виза дает возможность проживать вне страны на протяжении всех 10 лет. У тебя нет четкого требования приезжать в страну раз в 180 дней, проводить здесь два дня и улетать обратно. То есть ты как бы совершенно свободен в этой части. У тебя есть резиденция, которая позволяет тебе здесь пользоваться банковскими услугами, проживать в стране, пребывать в ней сколько необходимо, оформлять спонсорство за своей семьей, за членами семьи, ну и вести здесь какую-то деятельность. Все подробности оформления резидентских виз есть в телеграм-канале о переезде в Дубай, об инвестициях и покупке недвижимости. Подпишитесь, ссылочка на него есть под этим видео, то есть те нюансы, о которых я буду рассказывать в этом видео, все их юридические аспекты более подробно есть в телеграм-канале, так как если бы я здесь рассказывал, видео опять получилось бы на час с лишним. Что дает резидентская виза? Она дает снимать жилье на долгосрок, например, у вас гораздо дешевле выходит сотовая связь, вы можете официально работать, то есть открыть местную банковскую карту, счет. Ну, однозначно, если вы хотите здесь долго жить по туристическим визам, этого делать не стоит. Ну, что следует взять перед отъездом? Перед отъездом я вам рекомендую однозначно, потому что пока вы не откроете местный банковский счет здесь, оформить иностранную банковскую карту, чтобы у вас без проблем она везде здесь работала. Ну, и лучше взять наличные доллары, чтобы тоже поменять. Российские карты UnionPay, Газпробанк, Россельхозбанк, которые работают, но не везде. Опять, для туристов это, в принципе, нормальный вариант приехать с такими картами с наличными. Если вы собираетесь на более долгий срок, я бы вам не рекомендовал. Например, в любой момент эти банки могут попасть под санкции, допустим, МТС-банк. Тоже была карта UnionPay, работал, попал под санкции практически сейчас нигде в УАИ, нельзя и в Дубае в том числе снять. Поэтому, ну, однозначно я бы завел иностранную банковскую карту. У меня их есть несколько казахстанских. Завести банковскую карту можно по ссылочке с доставкой в Россию. Все подробности в Телеграм-канале. Опять же, пока данная возможность есть, не знаю, может она скоро закончится и придется самому ехать в Казахстан или в Кыргызстан. А может и уже и сами доедете, вам никто там не откроет. Санкции только ужесточаются, поэтому пока есть такая возможность, обязательно оформите. Она даже вам подойдет для оплаты сервисов, бронирования отелей на Booking, Airbnb, безрубежных, всех любых сервисов. Убер можно оплатить такси, ну и, естественно, везде платить и снимать наличные. Какие еще документы надо с собой подготовить? Во-первых, у вас должен быть срок действия загранпаспорта не менее 6 месяцев. Опять же, рекомендую его сделать, даже если он у вас заканчивается, сделать новый. Потому что за границей это все очень сложно, ну, сложно, долго и потратите гораздо больше денег. Не надо ехать впритык с загранпаспортом. Сделайте. Что бы я вам еще рекомендовал сделать? Возьмите свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке, российский паспорт. Так как все многие эти вещи вам потребуются в Дубае, в Эмиратах, при оформлении, допустим, той же резидентской визы. Если оформляете золотую визу, там, на членов семьи резидентскую визу. Все вам эти документы понадобятся. Поэтому я вам советую взять. Что еще, опять же, свой личный пример. Оформите генеральную доверенность, уезжая из России. Желательно, например, на продажу недвижимости, на закрытие, открытие банковских счетов. Образец ее есть. Так как, например, в Дубае для этого, например, чтобы оформить генеральную доверенность, большая очередь сейчас. И можно прождать. Я вот, например, специально летал из Дубая в Мумбай, в Индию, потому что там быстрее можно оформить генеральную доверенность. Просто летал в другую страну. То есть делайте международные водительские права, чтобы пока у вас туристическая виза, вы можете спокойно по ним ездить, брать машину в аренду. Поэтому эти права делаются, не надо специально задавать, вы просто платите госпошину в ГАИ, приносите российские права, и они вам дают международные. Потому что официально можно брать машину в аренду только по международным правам. А машина здесь в Дубае нужна. Есть, конечно, компании, где вы возьмете по российским правам, как-то нелегально. Но любой, например, ДТП платил очень большие деньги. Оформить также страховку медицины здесь, в Дубае, дорогая. Опять сюда же вставлю кусочек видео из нашего фильма, там, как живут русские в Дубае. У меня здесь есть случай, когда ребята из России прилетели, и из-за отсутствия необходимости и привычки в России жить именно так, не оформили страховку и попали в очень неприятную ситуацию. А сутки, проведенные в любом госпитале здесь, это цена в районе 5-10 тысяч дирхам в день. Больше тысячи долларов. Да, ну, 5 это полторы, и там 10 это, пускай, будет около 3. То есть от 1,5 до 3 тысяч долларов в день. И мало того, если, а, когда ты попадаешь в больницу, это однозначно будут какие-то с тобой действия производить. Либо это там анализы, капельницы, либо это, не дай бог, операция, сложная операция. И еще это стоит дополнительных денег и стоит очень дорого. Поэтому за раз, дней за 15, вот тот кейс, который, допустим, с которым мы столкнулись здесь с одними из наших сограждан, да, это была история с ребенком и, собственно, около 150 тысяч дирхам вышло лечение. Это очень дорого и, конечно, всегда надо иметь страховку здесь. На страховке однозначно не стоит экономить ни туристам, ни тем людям, кто, тем более, здесь живет, ее надо делать всегда. Дубай – это, ну, не тот город, где можно жить без страховки. Авиабилеты. Как долететь до Дубая? Летают прямые рейсы, в том числе из Москвы. Цены я бы сравнивал поисковых билетов, авиасейлс, там, в принципе, сравнивается. Цены от всех авиакомпаний. Вы можете выбрать доступный билет. Билеты сейчас, чем хорошо, Дубай тот же. Что вы можете просто сюда прилететь, посмотреть, нравится вам, не нравится, сориентироваться на местность, пообщаться с людьми. И, допустим, если вам нужна недвижимость, приехать, посмотреть ту недвижимость, которую вы там выбрали в Телеграм-канале, связались с экспертами. Потому что билеты недорогие. Около 20 тысяч рублей спокойно можно долететь. Аренда квартиры от 3500 зерхам, то есть от 900 долларов. А сейчас я приехал в район GLT, Джумерил Лайк Тауэр. Давайте расскажу поподробнее про аренду квартиры. Если вы арендуете квартиру, не покупаете, есть сайты для аренды квартиры. Бают, Дубизл, Проперти Файндер. И также русскоязычные Телеграм-чаты. И вы можете снять квартиру на 1, 3, 6, 12 месяцев. Расскажу поподробнее, как снять квартиру. Например, если у вас есть резидентская виза, это не туристический безвизовый въезд на 90 дней, вам можно заключить контракт на 6-12 месяцев. Это будет выгоднее, чем снимать, допустим, квартиру на 1 месяц. По деньгам, по финансам. Ну и просто квартиру вам могут сдать на 1 месяц. Например, риэлтор взять комиссию, а потом эта квартира может быть недоступна. Тоже есть такая фишка. Ее учитывайте, если снимаете квартиру на короткий срок. Во-вторых, цена. Я здесь буду говорить о аренде квартиры именно на 12-9 месяцев. Если у вас резидентская виза, вы можете заключить контракт. Нет резидентской визы только на месяц, а потом продляется. Только на месяц, а потом продляется. Например, может возникнуть такая ситуация, вы снимаете не в сезон, летом, за одну цену, а потом хозяевская лест. Дружище, мы по таким ценам больше не будем сдавать. Нам это невыгодно. Платить дороже. Как я понял, у тебя была устная договоренность об аренде квартиры, потому что для составления контракта нужна резидентская виза, аналог ВНЖ. И человек просто наплевал на эту устную договоренность, так кому кто-то больше предложил. Да, именно так и было. Все просто. Люди мейкают мани, грубо говоря. И абсолютно не стесняются. Действительно, человеку просто предложили больше. И мне объявили о том, что ты должен покинуть квартиру. Хотя в Дубае, так по секрету, это не совсем легально, сдавать квартиру в шеринг, то есть в субаренду. Но многие этим промышляют, снимая квартиру на год, опять же, имея ВНЖ, и дальше резидентскую визу, и далее уже зарабатывать на том, что сдают одну комнату, двум, трем, четырем людям. Ну или просто на короткосрок, по более дорогим ценам. Да, 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 действительно. Аренда машины. Аренда машины вам выйдет где-то от 370 долларов. Это будет простенькая машина. Естественно, если вам нужна какая-то крутая, ценник может возрастать до бесконечности за Феррари, Ламборгини и тому подобное. Я говорю бюджетные варианты. Там около 400 долларов. Аренда машины. Метро. Метро в Дубае ходит вдоль береговой линии. Где-то около 1-2 долларов метро будет. Не во все районы можно добраться на метро. Поэтому вам придется иногда ездить либо на такси, либо, если вы взяли в аренду машину, на машине. Во все основные линии, вдоль береговой линии, там Бизнес-бэй, Даунтаун, Дубай-Марина, Пальм-Жумейра, в том числе из аэропорта, можно доехать на метро. Бензин где-то еще у вас выйдет 200-250 долларов. Парковки есть как платные, так и бесплатные. В том числе и около, например, пляжа и моря. Вообще, вот самый главный мой совет, начинайте общаться с людьми. Вот вступайте в русскоязычные чаты, например, наш чат, ссылочку на него я дам под эти видео более 10 тысяч человек. Если вы будете дружиться, общаться с людьми, кто здесь живет, вы можете гораздо больше денег сэкономить. Вам подскажут правильные места, магазины, там бесплатные парковки и много-много другой полезной информации. Так что вступайте в чаты, подписывайтесь, вступайте в наш чат, спрашивайте, задавайте вопросы, что знаю, и я отвечу. Сколько брать с собой денег? Ну, давайте я вам сначала расскажу расходы, из этого мы выйдем. Бензин 200-250 долларов. Питание. Питание, кто вот, опять же, кто здесь живет, местные люди умудряют, например, находят возможность питаться от 500 долларов в месяц. Опять сюда вставлю ссылочку, например, Зоя расскажет, где покупать со скидками, по хорошим ценам продукты в супермаркете, причем они будут очень хорошие, европейского качества. Ты сказал, 400-500 зерка в месяц может уходить на продукты, если экономно. Ну, это вообще, скажем так, меньше 200 долларов, да? Да, это вообще шикарная сумма. Причем ты говоришь, это классный продукт, скажи, может, места секретные поделить? Да, мои самые любимые места – это Viva магазин. Они в каждом районе располагаются. И как раз-таки все продукты, которые у них есть, это все из Европы, абсолютно все. И, ну, как бы, хорошего качества, огромный просто выбор. То есть, получается, если машина своя, расход только на бензин, ну, на салоны красоты 300-400 дзерхам, ты говорила? Да. Ну, вот, на основные, это у нас получается меньше, около 1000 дзерхам, да? Да. Вот такие основные расходы. Ну, самые основные, да, где-то 1000. Опять же, если мы не берем жилье, если мы не берем электричество, воду, газ и так далее, потому что 1000 у меня еще съедается за воду, газ, электричество, Wi-Fi и все вот это вот остальное. И как раз-таки квартира, там, 4-5. И все. Например, здесь есть аутлеты, где, например, можно купить одежду хорошую, даже бывают скидки до 90%. Вот, если вы будете общаться в чатах, задавать вопросы, коммуницировать с людьми, это все можете как раз и найти. Ну, давайте, вы пока только приехали, вы на первое время не знаете, вам пока еще много информации, у вас пусть будет по 1000 долларов питание. Таким образом, аренда жилья около 1000 долларов, питание около 1000 долларов, ну, опять же, можно питаться гораздо меньше. аренда машины, машина плюс бензин, ну, еще плюс 500 долларов. Около 2500 долларов вам нужно на первый, ну, на один месяц, примерно, чтобы жить в Дубае. Опять, если у вас есть возможность, всегда вот те люди, кто здесь живут, мне постоянно говорят, что около 50% расходов занимает аренда жилья. Если у вас есть возможность купить жилье в Дубае, вы решили, что стоит вложить сюда деньги, то тянуть с этим не стоит, потому что у вас сразу где-то 50% бюджета вы будете потом дальше экономить на расходы. Если вы уже все равно решили, что стоит покупать жилье, лучше это сделать быстрее. Если вам нужна помощь в покупке, приобретении недвижимости, обращайтесь к специалистам, компании Палладиум. Ссылка на интересные объекты, которые не только подходят для проживания в Дубае, но и для инвестиций, для долгосрочных, для краткосрочных, есть в Телеграм-канале. Вообще, рынок недвижимости Дубае такой своеобразный, он не сбалансированный. Что это такое? Здесь есть объекты, которые стоят гораздо дороже рынка. И вот на этом хайпе, вот многие говорят, есть ли хайп на рынке недвижимости в Дубае. Есть, и некоторые застройщики им пользуются, и 80% недвижимости покупать здесь не стоит. Но в том числе есть недооцененные объекты, которые, например, выходит новый застройщик, ну новый он и новый, а дом-то построен уже, все сдается. И, допустим, он стоит меньше рынка, или какие-то проблемы раньше возникали, а сейчас дом достраивается, такой объект мы тоже приводили, и инвесторы на нем, например, уже заработали 30% буквально за полгода. Потому что все начали строить, все-все поняли, что дом-то достраивается, а цены на 30% ниже рынка. Дом-то строится. Вот такие объекты стоит искать. Если вам нужны именно такие объекты, то подписывайтесь на телеграм-канал. Что вот делать? Многие думают, да, Дубай каменный джунгль. Это я, кстати, гуляю, обычный простой парк в Дубае, интернет-сити, центр города, недалеко Пальм Джумейра, буквально две остановки метро Дубай-Марина. В комьюнити есть даже целые парки, комьюнити. Посмотрите мое видео, я ссылочку на него дам, там более подробно. Ну, например, вот Дамак-Хиллз, цена недвижимости, ниже гораздо, ну, что аренда, что жилья, может, для аренды взять. Ниже, чем, например, в центральных районах, бизнес-бэй, даунтаун, там Дубай-Марина, Джи-Би-Ар, где высотки, каменные джунгли, но вы живете в комьюнити, закрытом. Там был огромный парк, красивые территории. Есть там даже мини-бассейн, там с волнами, с искусственными. Туда любой, кто живет там, может пойти. И все это продается или сдается, если вы в аренду уже берете недвижимость в полтора-два раза меньше, чем в центре, а ехать, например, на машине 20 минут. Вот такие места можно искать, если... И в том числе есть тоже много зеленых, красивых парков, где можно прогуляться, каналов. Опять общайтесь в чатах, подписывайтесь на наш телеграм-канал, все это можно найти. Погода и климат. Многие часто задают вопрос, как переносится жара и климат. Ну, во-первых, смотрите, сейчас конец, самый конец апреля, я гуляю днем, ну, не мокрый, не замученный и тому подобное. То есть, где-то с октября по апрель вообще классные погоды. Давайте скажем, какая погода летом, очень многие спрашивают, наслышаны о жаре. Я дам слово лучше Зое, которая живет здесь уже более двух лет. Лето, как у вас лето проходит? Говорю, да как лето у нас там, июль, август, и все, ну что, у нас там жара постоит, 40 градусов. Но все равно мы все находимся в здании, мы все находимся либо дома, либо на работе. Разве вы не сможете потерпеть два месяца? Ну, как бы, это не 9 месяцев зимы в России, когда вы постоянно в колготках, в шубах, в шапках, во всем. Но это же разница огромная. Здесь либо это, либо то, либо такое зло, либо такое. Плюс здесь, этим летом, нам правительство, наше богатое, нагоняло дожди. В августе, в августе у нас на неделю, на две был дождь. 44 градусов нам снизили до 24. У нас было холодно. Я даже окна открыла и балкон помыла. Но просто это все делается для людей. И зимой, почему у нас весь январь дожди, прям ливни дикие? Потому что там нагоняют. Хотят сместить немного температуру, температуру, там, понизить вот эту вот пыль, я не знаю, утяжелить его, чтобы воздух был чистый. Это все делается для нас. И это здорово, жить в такой богатой стране, которая еще заботится о своих жителях. Как я провожу здесь свой досуг? Здесь есть очень много чатов спортивных, баскетбол, футбол, пляжный волейбол. Ну, я и люблю спорт, самбо. Раньше играл на полупрофессиональном уровне в футбол. Можно списаться, познакомиться, поставить чат, и как раз у вас и спортивный досуг, и коммуникации. Дам слово опять бывшему профессиональному баскетболисту с очень интересной судьбой. Он тоже был героем нашего фильма и Слава подробнее расскажет, как тут обстоят дела со спортом. В Дубае, понимаете, здесь все сделано для человека. Здесь в протяженности всего города есть очень много массы возможностей для семейного досуга, для спортивного досуга. Здесь если обернуться, везде велосипедные дорожки, беговые дорожки. Здесь можно бегать по утрам. То есть этим я иногда промышляю, конечно. Очень много классных пляжей протяженностью километрами. То есть тот же Кайт-бич. Мы играем в пляжный волейбол с коллегами по работе. Здесь, понимаете, здесь все поточено под спорт. Это очень важно. Это очень классно. А что делать, когда я приеду в Дубай, я никого не знаю. Пожалуйста, вбиваешь запрос, там, не знаю, баскетбол какой-то район или Дубай или там футбол, велосипед, любой битмор. женщин, наверное, свои хобби есть. Честно, просто не знаю. даже есть лыжи и сноуборд. Ничего себе. Хоккей есть. Хоккей есть. Хоккей есть. Вопрос, который интересует некоторых, а что здесь с алкоголь? В Дубай сейчас можно купить алкоголь, просто он продается в не специализированных, ой, в специализированных магазинах, а не в каждом супермаркете. В кафе, естественно, тоже продается, пожалуйста. Туристы без лицензии, например, когда уже сюда у вас Emirates ID, вы становитесь резидентом, оформляете резидентскую визу, просто бесплатно приходите, вам выписывают эту лицензию. То есть сейчас никаких проблем, чтобы купить алкоголь, нету. Единственное, что он не продается на каждом углу и не везде доступен, так по мне это плюс, там дети этого не видят, допустим, нет кучи пьяных людей на улице, кто захотел выпить, посидеть со знакомыми, с друзьями, может заехать в этот специализированный алкогольный магазин и купить. А насчет работы? Работа более 87% жителей Дубая экспаты, конечно, желательно знать английский язык, это нужно знать просто, но даже без знания английского языка и с плохим знанием английского языка здесь можно найти работу в русскоязычных компаниях, так как сейчас очень много русскоязычных компаний, но сразу начинайте учить язык, как сюда приезжайте, а вообще за один-два месяца, если вы начинаете разговаривать, язык подтягивается автоматически, сюда опять же вставлю кусок интервью с нашим, с моим другом, Женей, который сюда приехал без знания английского языка, нашел работу, и он там вкратце как раз расскажет. Ну, давай вернемся к Дубаю, расскажи, пожалуйста, о своих этапах переезда, как у тебя все это происходило, как я знаю, ты переехал с минимальным знанием английского, можно сказать, даже без знания языка. Слушай, ну, это действительно так, и это была одна из, наверное, таких проблем, с которыми можно было бы столкнуться, и Дубай выбран был мною не просто так, а потому что, ну, то есть, анализируя, скажем так, весь мир, я выбирал первое, это то место, где там будет безопасно, где будет надежно и стабильно, где, куда я смогу привезти свою семью, где много денег, что это означает, что здесь раз много денег, то их можно заработать, да, а как бы, ну, зарабатывать деньги приходится, вот, и самое главное, это язык, и просто побывав несколько раз в Дубае, я прочувствовал, что здесь настолько интернациональная, интернациональная страна, что здесь все говорят на английском, но большинство говорят настолько плохом, настолько на плохом английском, что даже я в каких-то случаях, не зная английского, понимал, что человек говорит неправильно, то есть, и, ну, я понял, что просто здесь порог входа, вот в этот англоязычный разговор для меня будет гораздо комфортнее, и это было одно из тоже ключевых факторов, почему именно Дубай, вот, и, собственно, когда я приехал, мой язык был, ну, не на уровне нуля, но, наверное, там на 0,5, где-то так, а сейчас я ну, по крайней мере, там, например, мы недавно ехали, там, из большого магазина с таксистом, и 15 минут, там, дороги, я разговаривал с ним полностью на английском, и в целом мы друг друга понимали, поэтому, наверное, скачок английского теперь у меня прям максимально хороший. Сделал обычное резюме на Дубизеле, здесь есть такой сайт Дубизеле, я выставил свое резюме, я не скажу, что оно было профессиональное, оно было обычное, написанное вот от руки, из головы, то, что, как и есть, где я играл, что я делал, в принципе, всю свою жизнь я занимался только баскетболом, спортом, и буквально через неделю мне позвонили из академии, очень серьезная академия здесь, в Дубае. Многих интересует вопрос, кто переезжает с детьми, а как здесь обстоят дела со школами и детскими садами, образование классное, но оно платное. Дам слово двум людям, которые переехали сюда именно с детьми, и они подробнее расскажут про школу, так как просто у меня нет своих детей. Мы выбрали IB-школу, это школа, в которой дети занимаются с 8 утра до 5 вечера, знаешь, такой суперкомфортный режим, то есть мы не встаем, допустим, к 8 утра, мы едем к 9, и с 9 утра до, собственно, 4 вечера вот у меня дети там занимаются. До 2 у них идут основные занятия, после 2 у них идут дополнительные уроки, которые они сами себе выбирают по направлению. Английский язык у меня старший не знал, он переходил по 3 класс в российской школе здесь, в 4-й, в IB, потому что в ней 12 классов. Собственно, он перешел уже через 2 недели, он сидел на уроках, давал какие-то советы, отвечал на вопросы, изучал различные предметы уже на английском языке. То есть дети впитывают это как губки, очень быстро, и не стоит этого совершенно бояться, совершенно нормальная процедура, и совершенно здесь приспособленные к этому школы и учителя. Они умеют общаться на разных языках и без языка родного, да, с детьми, ну и детям, в принципе, многое не нужно, чтобы им объяснить тот или иной предмет. То есть у тебя сейчас детям нравится ездить в школу? Да, не то, что нравится, мы на днях, действительно, мы на днях ехали в школу, и как бы я их спрашивал, а что вам нравится в Дубай? И их ответ был школа. Да, школы стоят очень дорого здесь, особенно британские, наверное, это самый большой расход в семьях. Порядка 1800-1900 евро за каждого в месяц. За каждого в месяц, но важный момент, с 8 до 5 часов ребенок находится в школе, и в эту стоимость, и вот в эту локацию входят абсолютно все виды спорта. Плюс у нас есть список дополнительных языков иностранных, факультативные занятия, так скажем, и родители, советуюсь с ребенком, мне очень нравится, как нам советуют наши педагоги, вы не просто выбираете ему факультативы, а посоветовавшись с ним все-таки, даже если ребеночку там 6 лет, они говорят, посоветуйте с ним. Это очень классно. Да, и вот мы выбрали немецкий вторым языком и русский. И я хочу сказать, что многие родители сейчас, наверное, скажут, хух, но неужели это так здорово, что нам не нужно искать репетиторов по русскому языку, потому что детки, как губки, они очень быстро интегрируются в среду, и иногда бывает проблема, то, что забылся русский, а не выучился английский. Да, преподаватель это профессор русского языка и литературы, и у них 2 раза в неделю обязательно урок русского литературы. И немецкий, говорят они на английском, у них нет учебников и домашнего задания от слова совсем. Если вам нужна более подробная информация, то смотрите наш фильм, подробное видео о переезде жизни в Дубай, две части. Ребята делятся своими реальными историями из Дубая, и они там вам все подробно расскажут, где и как лучше арендовать квартиру, где дешевое жилье, как, например, обманывают на рынке недвижимости брокеры, где там взять авто и по каким ценам в аренду. Это видео о переезде в Дубай посмотрите, будет интересно. Если вам нужна консультация ребят, которых вы видели в этом видео, по инвестициям, покупке недвижимости, оформлению резидентских виз, ну и помощь, в этих услугах, то ссылочка для связи с ними также будет под моим видео на Ютубе.